Болит сильно, морщик не может. Посетители травпункта на Джамбульской не могут скрыть слезы от боли и обиды. Вывихнутым плечом или сломанной частью тела обернулась скользкая дорожка для нескольких десятков сегодняшних пациентов. Упала и очнулась здесь, в травпункте. А вот Татьяна Панченко рассказывает о своих приключениях уже с улыбкой. Она сегодня на повторном приеме стоит в очереди в рентген-кабинет. Говорит, сломала руку недалеко от дома. Как раз после снегопада случились первые заморозки. Работой коммунальщиков Татьяна недовольна. Хоть и списывают, что там месячные осадки выпали, но технику, если честно, я вот ездила в городе. Да, на Миролужу разгоняли, а дальше, вот я на Краснодарском, например, в Северном, скользко, скользко. Я в школе работаю. И никто в округе, никто, никакие дороги, нигде, где дети переходят, и пешеходные переходы. Никто их не чистил, никто их не посыпал. Не посыпали, не чистили пешеходные дорожки и на Комсомольском, где высокая проходимость. Там травмировалась другая пациентка Валентина Терентьева. Тротуары в спальных районах чистят далеко не в первую очередь. Но что говорить о них, когда в городе скользко практически повсюду. В Красноярск пришли настоящие морозы. Это значит, что грязь и кашу на тротуаре сменил гололед. И сегодня утром горожане вышли на скользкие и неубранные дорожки. Причем это касается и центральных улиц. Вот сейчас мы находимся возле городской детской больницы на улице Ленина. И этот тротуар только начали убирать. Однако в департаменте городского хозяйства аэропортуют. Уборка шла все выходные. Чистили не только проезжую часть, но и тротуары. Жалобы от жителей, конечно, поступали, и предприятия на них реагировали. Правда, красноярцы не заметили этой реакции. Как, впрочем, не увидел ее и мэр Сергей Еремин. Глава города уверен, у людей запрос простой. Цитирую. «Выйти в очищенный двор и не выделывать кульбиты на тротуарах». Сегодня на совещании он поручил главам районов лучше следить за уборкой дорожек и дворовых проездов. Еремин признался, жалобы жителей пока справедливы. Сможет ли он повлиять на глав районов и представителей управляющих компаний, станет понятно уже очень скоро. А пока недовольным горожанам остается сидеть в очередях в травмпункте, писать в социальных сетях или искать удобную обувь. Я в Берцах, поэтому мне норм. Ирина Денисенко, Дмитрий Кучко, Афонтова. Новости.